Сегодня Православная Церковь Карьера была его на взлете. Блестящий хирург, как говорят, от Бога, успешные научные исследования, направленные на облегчение страданий больных. И вместе с этим он активно участвовал в церковной жизни. Однажды в беседе со святителем Иннокентием, епископом Ташкентским, услышал Валентин Феликсович в свой адрес такие слова «Вам, доктор, надо быть священником». И что-то перевернулось в душе у него. А вместе с тем все встало на свои места. Спустя короткое время он принял монашеский постриг с именем апостола, евангелиста и врача святого Луки. И стал врачевателем не только тел, но и душ людских. Путь его как исповедника Христова был тернист. В тяжелое время гонений на веру он претерпел многочисленные аресты, пытки, долгие ссылки. Но нигде никогда не переставал помогать людям, хоть тайно, хоть явно. Он твердо следовал архипастерскому долгу и клятве врача. После Великой Отечественной войны и до самой смерти в 1961 году владыка Лука был правящим архиереем Крымской епархии. Своим подвигом жизни он показал всем, что есть несение Креста Христова. 11 июня. День памяти святителя Луки, исповедника, архиепископа Крымского. Субтитры создавал DimaTorzok